Здравствуйте, Ирина. Рады вашему участию в телемедфоруме. Очень интересное было выступление и связано как раз оно с той темой, которая нас интересует очень. Это влияние автоматизации на экономику медучреждения. Понятно, что никогда в российском парадигме здравоохранения не было такой прямого арифметического способа, попытки прямым арифметическим способом посчитать это. Но тем не менее, очевидно, что эта тема важна. Скажите нам, пожалуйста, как ваши технологические решения действительно могут влиять на экономику? Добрый день. Смотрите, мы производители Центрального архива медицинских изображений. Это сбор цифровых результатов исследований в едином хранилище. То, что сразу видится в части экономии, это то, что, например, венгеновские снимки печатают на пленке. Это очень дорогой принтер, это очень дорогая пленка. То есть, соответственно, внедряя такую систему, мы экономим на расходных материалах. Если мы говорим про ЭКГ, то это термобумага, которая тоже очень дорогая. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это минимальные такие затраты, которые мы экономим. Самая основная масса в экономии – это в том, что мы можем контролировать работу ресурсов. И когда мы контролируем работу ресурсов как врачей, так и диагностического оборудования, мы можем перераспределять нагрузку, оптимизировать количество врачей. Как это обидно обычно бывает слушать врачам, то, что их количество может быть сокращено. Но в частных клиниках мы наблюдаем именно такой эффект, когда за счет централизации хранения, за счет централизации описания результатов исследований сокращается штат рентгенологов. То есть не у каждого диагностического аппарата есть свой рентгенолог, а они собираются в централизованных, количество уменьшается, таким образом у нас экономия. Да, конечно, есть вопросы в части аппаратного обеспечения, в части затрат на саму информационную систему. Но в любом случае всегда это надо считать, и мы получаем помимо экономической выгоды, значительную выгоду для работы врачей. То есть повышается доступность результатов исследований. То есть они не ждут, когда пациент придет к ним с результатами. То есть это и скорость самого лечения тоже увеличивается. И за счет того, что внедряются и другие дополнительные сервисы, в частности искусственный интеллект, то у нас повышается качество обнаружения каких-то патологий очень важных, и на ранних стадиях мы можем повышать и лечить. То есть это такой непростой бухгалтерский подсчет, а это более сложная методика, как мы можем доказать ЛПУ, что внедрение каких-то современных передовых технологий позволит не просто чуть увеличить текущую прибыль операционную, но и в стратегии выиграть. Да, да, конечно. Так просто один плюс один не сложишь. Хорошо, вопрос тогда. Какая мотивация у частных коммерческих клиник? Ну, я еще могу предположить. То есть почему им нужно следить за использованием ресурсов? Понятно, что там более развитые как раз-таки экономические расчеты, которыми может оперировать собственник, принимая то или иное решение. В чем разница в этом смысле между коммерческими и государственными ОПО? Ну, смотрите, для частной медицины какая важная задача? Им важно привлечь пациента к себе, чтобы ему было здесь удобно, быстро, комфортно и качественно. За счет этого они зарабатывают больше денег и, соответственно, повышается прибыль. То есть они, заднедряя информационную систему, определенно смотрят не только на то, насколько это будет трудозатратно или насколько это повысит их экономическую эффективность, но и на то, насколько они привлекут пациента. Что касается ОМСных клиник, то там немножко другая мотивация. У них, помимо того, что они выставляют счета на оплату и зарабатывают деньги по пациентам, пациенты к ним прикреплены. В любом случае, рано или поздно они к ним придут. Но тут еще вопрос в том, что ОМСные клиники, они должны выполнять определенные показатели. То есть у них есть рекламенты работы. Они должны сократить время ожидания пациента. Они на выполнение исследований, либо на оказание определенной услуги, либо запись ко врачу. Это все регламентируется, контролируется, есть определенный KPI. И, соответственно, на уровне, предположим, региона, главному врачу соответствующее... То есть отчитываясь, они могут, не выполняя эти показатели, получить... По шапку. По шапку, да. Значит, для них есть некий административный рычаг, который заставляет их оптимизировать свою работу. В общем-то, да. И у них есть показатели на уровне Минздрава, например. Есть показатели цифровой трансформации. Например, количество диагностического оборудования, подключенного к Центральному архиву медицинских изображений. Либо количество врачей, которые имеют доступ к этим централизованным ресурсам. А для частной клиники, конечно, это не актуально. И последний вопрос я вам задам. Он немножко провокационный. Как вы считаете, с точки зрения цифровизации, именно радиологии, да? То есть какая часть здравоохранения, частная или государственная, впереди планеты? Ну, то есть где внедрение технологий идет быстрее? Ну, я бы сказала так, что, наверное, продуктов куплено у государственных клиник больше. То есть у них есть, поскольку они выполняют определенные показатели, определенные задачи, куплено продуктов больше. Но не всегда они внедрены вот прямо на 100%. В частной клинике, возможно, продуктов этих информационных систем меньше. Но они уж, если работают, то, значит, работают по максимуму. То есть они закрывают полностью все задачи, и с этими системами работают все. Потому что там ведется учет полностью и денег, и, соответственно, и загрузки врачей. Ну, всего, всего, что есть только в клинике. Поэтому, наверное, вот так. То есть, условно говоря, KPI под названием использование купленного оборудования, он у них разный? Да, конечно, да. Ну, оборудование и информационные системы. Ну, конечно, разный, потому что, да, именно вот по этим причинам, что если ты хочешь получить деньги, ты вводишь все в медицинскую карту. А в частной, в государственной клинике ты такой вот прямой взаимосвязи нету, да. И там только если административный ресурс подключается, то тогда начинается работа. Но хотя вот я работаю в этой сфере достаточно давно, и мой стимул, да, что я вижу результаты и в государственных клиниках достаточно большие за счет сферизации. То есть, если тебе звонят и говорят, у нас не отправляется исследование, у нас тяжелый пациент, нам нужно, чтобы провели консультацию, знать, что его должны куда-то на вертолете отвезти в центр. И ты знаешь, что ты можешь помочь в этом вопросе, то как бы чувствуешь, конечно. Да, если кроме коммерческой мотивации, если самое главное, да, не коммерческая. Да, что ты делаешь нужное дело, конечно, это да. Спасибо, Ирину, большое за ответы на вопросы и за участие в форуме. Спасибо. До встречи. До свидания.